В Москве открыт музей военной комендатуры. Звуки Катюши и Смуглянки рефреном сопровождали открытие музея истории военной комендатуры. «Мы открываем не просто музей», – приглашает гостей на первую экскурсию военный комендант Москвы Евгения Селезенев. Это и интерактив, и игровой центр для школьников, студентов и курсантов, и место принятия присяги, и военно-учебный центр. Когда я узнал, что в музее можно строить компьютерные парадные расчеты и тренировать патрули, я понял, что такое обновленный музей мне по душе. Экскурсию начальник научного отдела РВИА Юрий Никифоров начал с напоминания, комендатура как институт управления появилась при Иване Грозном, а комендатурой стала при Петре Ай, когда он назначил первого коменданта Москвы Матвея Гагарина. Места расположения комендатура меняла не раз, но после 1918 года прочно обосновалась в особняке на Новой Басманной, 16, где и открыт музей. А кто это? Задержался у выцветшей от времени фотографии юнца в Буденовке заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления ВСРФ Андрей Картополов. Красный армеец Прокопий Чернышев, ответил экскурсовод. Он получил орден боевого красного знамени. Посмертно. В комендантский часть не пустил мародеров на склад продуктов. Минус. Музей Победы представит новую выставку ко дню защитника Отечества. Попутно Михаил Мягков, научный директор ВИА, заметил, что неважно, это были царские, советские или нынешние времена, комендатура всегда охраняла общую историю, порядок и жизнь людей, независимо от их взглядов и убеждений. По этому принципу общей истории устроено выставочное пространство трех залов. Первый зал через подлинные предметы и документы рассказывает о зарождении комендатуры. Второй зал посвящен Великой Отечественной войне и организации парада Победы 1945 года, доверенного комендатуре. С тех пор она всегда проводит парады 9 мая. Третий зал – интерактивное лицо современной военной комендатуры. Стоит нажать на выбранную кнопку и можно узнать и о встречах глав иностранных государств, и о том, как делаются салюты над Москвой, и даже о том, как работает российская военная полиция в Сирии. Я своими глазами увидел, делится впечатлениями от музея заместитель министра обороны России Андрей Картополов, как можно писать современную историю, ну, или ее события через музей вписывать в историю. Вот уж точно, не знаешь прошлого, не родишь будущего. На что Михаил Мягков пошутил. Срок реконструкции музея военной комендатуры и его перестройки в многофункциональный центр занял равно 9 месяцев. Начальник главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский развил эту мысль. Держите, он передал дар из Сирии 3 пакета книг, серию экспонатов и документов для музея. Культура, арт-музей и памятники правительства Минобороны филиалы РГ столица ЦФО Москва РГФОТО. Продолжение следует...